Не передать словами, насколько может быть успешным мужчина, если он не будет тупить. Ну серьезно, вы когда-нибудь задумывались о том, насколько успешнее в жизни вы бы могли быть, если не допустили бы парочку этих дурацких ошибок? Вязаться в драку, в которой вы победили, но все равно оказались за решеткой. Выпить немного больше, но все равно сесть за руль, потому что вы думали, что вы в порядке, а в итоге съехали с трассы. А как насчет этих супербыстрых отношений, от которых вас все отговаривали, но вам все равно? Вы поженились и развелись за 30 дней, а ваш счет в банке был не то, что на нуле, а в минусе. Господа, мы все делали ошибки, и если на чистоту, без них мы были бы куда более успешными. Сегодня в видео, друзья, я хочу поговорить об ошибках в стиле, которые вас отделяют от успеха. Тупые вещи, которые делают многие парни, а это подрывает их авторитет. Грех в стиле номер один – это апатия. Господа, есть простая причина, по которой многие мужчины не одеваются стильно. И это никак не связано с деньгами или временем. Это все связано с апатией. Им все равно, им пофигу. Серьезно, если бы это имело значение, то они бы нашли способ. Я общался с парнями, у которых практически нулевой бюджет, но они находили способ хорошо выглядеть. Как они это делали? Они ходили в благотворительные магазины, просили помочь друзей и родственников. Они пробовали и искали выход. Потому что если есть желание, то и выход найдется. Ко мне часто обращаются женщины, которые спрашивают, могу ли я помочь их мужу или парню стильно выглядеть. А мой ответ – нет. Он должен сам этого захотеть. Потому что если мужчина чего-то не хочет, это как лошадь на водопое. Ты не можешь заставить ее пить. Конечно, я могу понять настроение парня с апатией. Он просто не видит смысла. Мы должны концентрироваться на заслугах, на образовании, на том, к чему у нас лежит сердце. Вот что вам навязывает общество. Но вот в чем правда. Да, это имеет значение. Но знаете что? Люди делают суждения постоянно. Да, мы хотим жить в мире, где люди смотрят в нашу душу и понимают наши чувства. Но большинству людей, в принципе, плевать. Они просто бросят на вас взгляд и сделают вывод. Такова человеческая природа. И это нормально, потому что мы так экономим запас энергии. Это помогает нам обрабатывать информацию. Мы делаем быстрые суждения каждый раз. И люди делают такие суждения и о вас. Я люблю этот момент, когда человек пробуждается и его начинает это парить. Потому что его наморозили, и у кого-то нашлось смелости сказать ему, «Знаешь, это потому что ты выглядишь несоответствующе». И это прикольно, потому что многие парни вложили силы в образование, в свои увлечения. У них есть страсть и желание. Но они затем понимают, что у них не хватает одного колеса. Это как Феррари с тремя колесами. Но как только этой Феррари приделает четвертое колесо, то она рванет с места. Потому что в какой-то момент они понимают, что да, они делают быстрые суждения, а ему есть что предложить, поэтому я буду одеваться как мужчина. И не потому что я парюсь насчет одежды, мне важно то, что я несу в этот мир, чтобы сделать изменения, чтобы представлять свою семью. И когда у вас появляется причина, мотив, то у вас пропадает апатия к стилю. Вы понимаете, что это просто инструмент, который помогает вам достигать ваших желаний. Поэтому очень важно найти свою причину. Просто уделите пару минут тому, чтобы подумать, для чего вы появились на свет. Каково ваше предназначение. Это не то, что вам дается при рождении. Это то, что вы сами находите и развиваете. В этом и вся прелесть, что вы сами это решаете. Вы можете придать этому форму и исправлять, как вам этого хочется. Каждый день вы можете смотреть на себя со стороны и находить, что улучшать. Чтобы сделать это видео немного интереснее, я бы хотел, чтобы вы написали в комментариях свою причину. А также у меня есть новые монеты нашего канала, которые я бы хотел подарить самым активным участникам. Их немного, и мне приятно, что у нас в сообществе есть такие парни. Ошибка в стиле номер два – не расставлять приоритеты. Представьте, что вы задаете экзамен, в котором 100 вопросов, и профессор вам говорит, что первые 4 вопроса влияют на 64% оценки. Следующие 16, то есть первые 20, влияют на 80% оценки. А оставшиеся 80 вопросов – всего на 20% результата. У вас есть всего 50 минут на экзамен. Куда вы потратите большую часть своих сил? На первые 20 вопросов, а точнее на первые 4, потому что они принесут больше всего результатов. Сделав их, вы возьметесь за следующие 16 и уже обеспечите себе 80% от оценки. Если вы связаны с экономикой, то знайте, как это называется. Это правило Паретта. Идея в том, что меньшее количество усилий приносит большее количество результатов. В реальности определенные действия и решения являются куда более важными, чем другие. И вам нужно подумать и принять правильное решение, потому что последствия от неверного решения будут куда более негативными. Какое это имеет отношение к стилю? По большей части стиль на одеваться – это понимать свои ресурсы, деньги и время, и то, как вы можете получить с этого выгоду. Если вы студент и только начали свою учебу на юриста, у вас очень мало времени и мало денег, но при этом вам надо показать себя с лучшей стороны, как вы будете сочетать свой гардероб. Или вы консультанты, вас только что повысили, вам предстоит чаще встречаться с клиентами, поэтому вы можете начать думать о том, как бы прокачать свой стиль. Или вам около 50, и вы решили сменить профессию, у вас урезанный бюджет, но в то же время вы хотите выглядеть моложе, показать, что у вас полно энергии и энтузиазма. Ключ к тому, чтобы выглядеть стильно во всех этих ситуациях – это задавать себе правильные вопросы, чтобы вы могли фокусироваться на определенных моментах, которые принесут вам больше всего результата. Проще говоря, надо брать во внимание фундамент стиля, и я называю его пирамидой стиля. Пирамида стиля состоит из трех вещей – коммуникация, разрез, конструкция. И это приводит нас к ошибкам в стиле номер три – неправильное послание. Основа пирамиды стиля – это коммуникация. Это функция одежды. Какое сообщение вы посылаете в мир, и соответствует ли оно с тем, что вы хотите сказать? Представьте, что голый человек вбегает в комнату и кричит «Пожар!». Что вы думаете? Первым делом, что он псих. Где его одежда? Может, кто-то пойдет проверит, действительно ли ничего не горит. Но в целом это будет странная ситуация. А вот если это пожарный в форме, который говорит о пожаре, то мы сразу бежим. Почему? Потому что одежда, которая на нем, говорит о его компетентности и авторитете. Что он понимает, о чем говорит, когда дело касается предмета. Конечно, это утрированный пример. Но в целом у нас у всех есть четкое представление того, кто мы есть. Что мы хотим сказать миру, что мы станем успешными предпринимателями, что мы создадим успешную организацию, что мы будем опорой для нашей семьи. У меня к вам вопрос, а выглядите ли вы соответствующе? Одеваетесь ли вы как успешный человек? Как тот, кем вы хотите быть? Да, может это будет через 10 лет или через 20. Но суть в том, что уже сегодня вы можете начать одеваться и практиковаться в том, чтобы выглядеть успешно, чтобы посылать сообщения миру, что вы знаете, куда вы идете. И я не говорю, что для этого надо носить костюм. Я знаю, что среди вас, парни, есть и сантехники, есть водители автобуса. Есть мужчины, которые делают тяжелую работу, где одежда может испачкаться. Но разрешите спросить, есть ли у вас униформа? Говорит ли ваша одежда сама за себя? Если вы владеете компанией, почему бы вам не завести форму? Когда вы приходите к клиенту раньше времени, а это, например, женщина, которая сидит дома с детьми, она смотрит в глазок и спрашивает себя. Сантехник должен прийти через час. Кто этот мужик в грязной одежде? Она просто не откроет вам дверь. Суть в том, что ваша одежда посылает сообщения, поэтому пользуйтесь этим. Я также знаю, что некоторые из вас работают специалистами в разных компаниях. Например, вы юрист в строительной компании. Да, все в вашей компании выглядят просто, но вы тот парень, который возится с документами. Вы контролируете все эти многомиллионные сделки, и вы следите за тем, чтобы все было на месте. Вы можете одеваться как адвокат. Конечно, не надо надевать костюм из трех частей. Но наденьте просто пиджак, чтобы выглядеть соответствующим образом. Или вы инженер. Да, вы часто бываете в офисе, но иногда вы появляетесь на проекте. Тогда можно носить спорт пиджак, ботинки, джинсы. Потому что иногда вам приходится делать и презентации людям в костюмах, а в другое время вы работаете с парнями на стройке. Тогда вы можете снять пиджак, закатать рукава и запачкать руки, если придется. А вообще, в целом, как вы принимаете решение насчет того, что надеть, особенно когда ситуация немного сомнительная? Первым делом я обращаю внимание на профессионализм. Что требует ваша профессия? Далее я смотрю на культурный аспект. Есть ли какие-то ограничения в том месте, где вы живете? Может, вы можете надеть что-то, что показывало бы ваше уважение? Я также обращал бы внимание на окружение. Важно одеваться соответствующим образом, если вы работаете на экваторе или в Арктике. И, наконец, я бы думал о том, что мне может понадобиться и какой стиль меня привлекает. Конечно, это все можно совмещать, но не стоит делать это за счет того, чтобы выглядеть как профессионал. Парни, если вам по душе это видео, то жмите на лайк. Это помогает алгоритмам понять, что это видео хорошее, и его можно рекомендовать другим. Это поможет другим парням найти это видео. А если вы тут впервые, то подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Грех в стиле номер четыре – это плохой размер. Большинство людей носит одежду, которая не сидит на них по размеру. Многие носят одежду, которая намного больше. Я понимаю, что большая одежда комфортабельнее. Вдобавок, когда заходишь в магазин, то большая часть одежды мешковатая. И не каждый может обратиться к портному. Поэтому, ребята, найдите своего портного. Знайте его по имени, чтобы вы могли подогнать одежду под себя и создать свой уникальный образ. Серьезно, одежда, которая вам по размеру, одежда, которая подходит к вашему типу тела, сразу делает вас привлекательнее. Есть различные типы тела. В описании к видео я прикреплю ссылку на видео, где я более детально об этом рассказываю. Будьте искренни с собой. Определитесь со своим типом тела и покупайте одежду, которая будет подчеркивать ваши сильные стороны. Так вы будете выглядеть лучше. Если вы худой парень, то вам подойдет одежда, которая не будет выглядеть, будто она вам досталась от старшего брата. Вам подойдет одежда, которая будет слегка прилегать к телу с правильными рисунками, которые добавят вам ширины. Такая одежда, в которой вы не будете выглядеть, будто вас сейчас ветром сдует. А наоборот, она внесет пропорциональность. А может, вы большой парень, у вас 20 килограмм лишнего веса. Это нормально. Это ваше тело. Да, вы пойдете в зал и измените ситуацию, но сегодня есть, что есть. Поэтому вам надо сделать так, чтобы плечи стали более квадратными. Так вы будете выглядеть выше. Квадрат лучше, чем круг. Он более гармонично распределяет вес. Вы должны выглядеть большими, мощными, а не пухлыми, неряшливыми. А что насчет вас, парни, которые в отличной форме? Вы качки. И вы знаете правду? Правда в том, что очень трудно найти подходящую одежду. У вас тонкая талия и большие плечи, грудь колесом. И возникают проблемы с лишней тканью, когда есть разница между обхватом груди и талии. Поэтому большая часть вещей выглядит мешковато и непропорционально. А если одежда прилегает, то вы выглядите как персонаж из мультика. Как же найти баланс? Это найти хорошего портного. Добавить в свой гардероб рубашки, пиджаки, брюки, которые пошиты специально для вас. Такие вещи сыграют свою роль, и вы больше не будете нелепо выглядеть. Еще один способ, чтобы покупать одежду своего размера, это не поддаваться всяким модным трендам. Помните, была мода на узкие галстуки, затем на широкие, затем возвращается мода на оверсайз после того, как было модным супер зауженные вещи. Дело же в том, что когда вы понимаете, какая одежда подходит под ваш тип тела, то вы смотрите сквозь все эти модные тенденции и фокусируетесь на том, что работает для вас. Если подытожить, господа, размер – это король. Ошибка стиля номер пять – это покупка дешевой, низкокачественной одежды. Одна из больших проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня – это дешевая, низкокачественная одежда, которая распадается сама по себе. Она просто не сделана для того, чтобы храниться долгое время. Вся моды на этом держатся, чтобы продавать вам вещи, которые рассыпаются через некоторое время, и вы больше не смогли бы их носить, чтобы вы пошли и купили еще. Очевидная проблема – это мусор. Мы покупаем вещи, а потом выбрасываем их в поля на свалку. Другая проблема заключается в том, что трудно найти что-то, что бы могло послужить вам пройти проверку на время. И еще труднее найти вещь, которая со временем только бы становилась лучше. Поэтому, когда мужчина знает, чего он хочет, понимает, что он ищет, обращает внимание на то, как вещь сделана, из каких материалов, то вы можете найти такие вещи, которые вам послужат достаточное количество времени, а иногда и всю жизнь. Первая такая вещь – это туфли. Посмотрите, как они сделаны. Мне нравятся туфли с Гудиер или Блейком. Да, я понимаю, что иногда применение клея имеет место, если вы хотите найти легкую обувь. Что-то на резиновой подошве или у вас ограниченный бюджет. Но если вы можете отложить немного денег, и, пожалуй, это лучшее, что можно сделать. Соберите денег, да, всплакните разок из-за цены, но купите себе пару туфель, которые можно перешить, которые можно починить. Тогда у вас появится обувь, которая может вам прослужить 10-20 лет, если вы о них будете заботиться. Давайте поговорим о пиджаках и куртках. Тоже одни из более дорогих вещей. Поэтому при покупке лучше потратиться на более качественные материалы. Лучше шерсть. Есть и другие варианты, все зависит от ситуации. Это может быть хлопок, может что-то из льна. Но обращайте внимание на швы, на крой, как они сделали отделку изнутри. Научитесь обращать на это внимание. Может, вы не пойдете покупать себе дорогую вещь, но когда вы будете ходить по магазинам и увидите хороший пиджак на скидках, то вы сможете воспользоваться этим и купить себе хороший пиджак. Потому что отличный пиджак, который вам по размеру прослужит 10-20 лет, если о нем заботиться. Ну а что насчет вещей, которые вы носите ближе к телу? Это майки, рубашки, трусы. То, что вы часто стираете. Да, они не продержатся долгое время, но все равно вы бы хотели, чтобы они прослужили как можно дольше. Поэтому, когда покупаете рубашку, то она должна быть 100% хлопок. Если обратить внимание на швы, то должно быть 12-15 швов на дюйм. Это значит, что производитель следил за качеством, и она выдержит стирку в машинке. Пожалуй, лучший совет о том, как определить качественную вещь, это пойти в топовый магазин мужской одежды. Посмотрите, как все выглядит, потрогайте руками. Поймите, что такое хорошее качество. Пиджак за 800 баксов. Туфли, которые стоят 400 долларов. Посмотрите на часы, которые стоят сотни тысяч. Задавайте вопросы, обращайте внимание на детали. Подержите в руках и почувствуйте, как ощущаются качественные вещи. Потрогайте ткань, почувствуйте, как ощущается кашемир. Вы точно уже не перепутаете ощущение с чем-то другим. У вас появится понимание, что такое хорошая вещь. Вы поймете, что грубый шерстяной свитер – это хорошо, но это не кашемир. Что Сейка – хорошие часы, но они не Роликс. Вы поймете, что есть что-то магическое в высоком качестве. Подходит ли это для вас? Вот какое решение вам предстоит принять. Но я хочу, чтобы вы поняли, что оно есть, и это реально. Следующая ошибка, которую я хочу обсудить – это быть невоспитанным. Не поймите меня неправильно, я не хочу сказать, что вы должны ходить в цилиндре с моноклями, смокинге. Нет. Я просто хочу сказать, что вам надо уделить время, чтобы научиться этикету. Научиться манерам и взаимоотношению с другими людьми. Это не то, что вы не можете быть собой. Все понятно. Когда вы дома наедине с собой, вы можете смачно плюнуть или отрыгнуть. Да, это может быть забавно, но если вас позвали на званный ужин на выходные, ваш друг и его жена много постарались, чтобы все это сделать. Позвали людей, они установили дресс-код. И если вы проигнорируете этот дресс-код, то это ее обидит. Она заметит это. Да, вы не переживаете, они вам сказали, чтобы вы не брали в голову. Но это было очевидно. Это некая форма коммуникации. Это хорошие манеры. Это уважение к этой семье. Всего этого можно было избежать, если бы вы уделили немного времени, чтобы разобраться во всем этом. Чтобы понять, что это такой тип вечеринок. Это не про то, чтобы получать безудержное веселье. Это когда люди хотят создать приятный момент в жизни для того, чтобы запечатлеть его в памяти. Это про окружение и то, как мы взаимодействуем с ним. Поэтому я поднимаю эту тему, потому что многие парни выглядят хорошо, даже носят костюмы, но относятся к людям как к дерьму. Внутри вы должны быть тем, кто обращает внимание на других людей. Вызывает уважение и понимание. А иначе можно стать просто животным. Одеваться нарядно, но это будет выглядеть как костюм на вешалке. Люди все поймут очень быстро. В самой простой форме. Манера – это способ показать другим людям, что вы их уважаете через ваши действия. Поэтому обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас, и относитесь к людям с тем уважением, которого они заслуживают. Следующий грех – это хаос. В прошлом году на Рождество мой сын получил набор Лего. Я сказал ему, открой, я пойду кое-что сделаю и вернусь. И когда я пришел, там была просто куча из Лего. Если вы когда-либо собирали Лего, то понимаете, что так не стоит делать. А лучше все разложить отдельно и идти по инструкции. В конце концов, мы нашли инструкцию и собрали этот набор. Причина, по которой я это рассказываю, это потому, что так выглядят многие мужские гардеробы. Вы начинаете просто рандомно его собирать. Там купили носки, там туфли, здесь пиджак и еще где-то рубашку. И вы не имеете представления о том, как это будет выглядеть все вместе. И это одна из самых больших ошибок, когда ты создаешь свой гардероб. Парни, у вас должен быть план. У вас должна быть система, по которой вы хотите создать свой гардероб. Первый шаг – это вдохновение. Это финальный результат. Как вы хотите выглядеть. Как вы хотите, чтобы выглядел ваш стиль. Поэтому тут можно собирать различные картинки и фотографии. Вдохновляться разными стилями. Пройтись по инстаграму и посмотреть, какие там есть варианты. Если инстаграм это не ваша, то есть интерес. Суть в том, что надо найти то, что вас вдохновляет. Это может быть знаменитость или актер. Вы могли видеть этого персонажа в кино много лет назад, но его стиль по-прежнему выглядит хорошо. Некоторые из вас могут сказать, что кто-то может упрекнуть вас, что вы одеваетесь как Кэрри Грант, Рейн Гослинг или Идрис Эльба. Они могут сказать, что вы украли этот стиль у актера. Ответ – нет. Они просто скажут, ты выглядишь хорошо, мне нравится, как ты выглядишь. И это даст вам силы, чтобы сделать это снова. Попробовать новые наряды и получить новую порцию вдохновения. Чтобы вы начали развиваться, у вас должно быть видение, куда вы хотите развивать свой стиль. Следующий шаг – это провести ревизию того, что у вас есть и какие дыры надо залатать. У вас может быть сотня рубашек, но у вас нет пиджака. У вас куча обуви, но мало носков и брюк. Вот куда вам надо будет потратить деньги и внимание на то, чтобы заполнить эти пустоты. Вещами, которые вы будете носить и которые вам нужны. Следующий шаг – раскрыть всю силу взаимозаменяемого гардероба. В своем лучшем виде – это когда все ваши штаны, все ваши пиджаки и куртки, все рубашки и каждая пара обуви будут сочетаться с другими вещами в вашем гардеробе. Так, если у вас есть всего 4 вещи и каждой по 3, то у вас получается 81 наряд. И это без добавления аксессуаров или головных уборов. Работает ли это так в настоящем мире? Нет. Но лучше убедиться, что вещи, из которых вы начнете собирать свой гардероб, а точнее его ядро, будут состоять из этих вещей, которые будут сочетаться и служить вам много раз, потому что самые дорогие вещи – это те, которые вы не носите. Поэтому надо делать так, чтобы гардероб состоял из тех вещей, в которых вы будете накатывать километры. Какое видео смотреть дальше? Как насчет того, как одеваться для вашего типа тела? Я уже упоминал об этом, но тут я ухожу в больше деталей. Поэтому если вы худой, высокий, низкий или полный, в этом видео я покрываю все типы тела. Так что смотрите.